Здравствуйте! В этом видео мы разберем, какие есть юридические основания для получения медицинского отвода от вакцинации. 12 мая в 19.00 по московскому времени мы планируем провести прямую трансляцию по теме «Правовые аспекты вакцинации», где подробно разберем, может ли работодатель заставить вас делать прививку, какие последствия для работников в случае отказа от вакцинации, как противостоять незаконным требованиям работодателя. Ссылка на трансляцию будет размещена в наших группах Telegram и WhatsApp. Присоединяйтесь к нам! Иногда люди путают медотвод от прививок с отказом от них. Медотвод – это официальный документ, выдаваемый врачом. Данная справка выдается на усмотрение врачей. Медотвод выдается не только в государственных поликлиниках, но и частных больницах. Минимальный срок медотвода – месяц, максимальный пожизненный медотвод, но такой выдается крайне редко. Главным государственным санитарным врачом в 2002 году утверждены методические указания по медицинским противопоказаниям к проведению профилактических прививок. В таблице 1 данных методических указаний содержится перечень противопоказаний к прививке. Среди них можно выделить заболевания ВИЧ, онкологические заболевания, беременность и другие противопоказания. Чтобы не утомлять вас перечисления, мы оставили ссылку на этот документ в описании и комментариях к этому видео. Посмотрите. В Российской Федерации прививки от коронавируса выполняются тремя разными вакцинами. Первое – это спутник ВИИ, он же гамма-ковид-вак. Второе – эпи-вак-корона. Третье – кови-вак. Каждый из этих вакцин имеет свой перечень противопоказаний. Если перечислять все противопоказания, то у нас на это уйдет минимум полчаса. Поэтому в описании и комментариях к этому видео оставим ссылки на противопоказания каждой из этих вакцин. Вы можете самостоятельно их посмотреть. То есть, для того, чтобы получить медицинский отвод, вам надо. Первое – посмотреть противопоказания каждой вакцины и определить, есть ли у вас какие-либо из перечисленных противопоказаний. Второе – обратиться в государственную или частную больницу и сообщить им, что у вас на работе проходит вакцинация, но у вас имеется противопоказание к вакцинации и попросить медицинский отвод. Третье – в обязательном порядке поставьте на медицинский отвод печать больницы. Без нее данный документ будет недействительным. Четвертое – передать медицинский отвод на работу. Помимо основного списка противопоказаний, при которых запрещается делать прививки в принципе и человек получает автоматический медотвод. Есть еще список заболеваний, при которых прививки будут делать с осторожностью. Решение по таким пациентам принимает врач в каждом конкретном случае. Например, особое внимание доктор должен уделить людям с хроническими заболеваниями печени и почек, эпилепсии и некоторыми другими диагнозами. То есть, перед вакцинацией вас должен осмотреть врач вне зависимости от наличия хронических заболеваний. Если у вас есть заболевания, перечисленные в описании к вакцине в разделе с осторожностью, то вы должны об этом сообщить врачу и врач должен будет принять решение о возможности проведения вакцинации, либо выдачи медицинского отвода. Если это видео было вам полезно, то поддержите пожалуйста нас лайком, комментарием, репостом и подпиской. А если видео вам не понравилось, то поставьте нам дизлайк и напишите в комментариях, что вам не понравилось. Мы обязательно учтем ваше мнение в следующих видео.